Вернулся в родные Пенаты. Игорь Халманских покинул свою резиденцию и приехал в Нижний Тагил. Правда, не на совсем наш город посетил с проверкой, куда заехал. В ногу со временем юзер отмечает сегодня Международный день интернета. Как не заблудиться в просторах сети и какой городской сайт признан самым народным? Из Бруклина в Тагил. Известный танцор Калиф приехал в наш город с мастер-классом. Дает уроки тагильским танцорам. Как прошли первые тренировки? Магазин Ромакс. Все для системы отопления и водоснабжения вашего дома. Оплачиваю услуги ЖКХ со скидкой 61%. Бесплатная консультация по телефону 8 800 555 27 76. Добрый вечер. В эфире Тагил ТВ. Информационная служба новостей. Мои коллеги и я Ольга Шульга. Прямо сейчас расскажем вам о событиях уходящего дня. Холодные батареи. Люди замерзают в Горноуральском округе. Там запустили только часть котельных. Из-за этого пришло тепло далеко не ко всем. Сегодня с проверкой в округ приехали сотрудники Министерства ЖКХ Свердловской области. У нас стояла задача до 1 октября начать отопительный сон. То есть у нас завтра еще весь день. Мы планируем, что завтра к концу дня останутся только несколько муниципалитов, где не будет стопроцентного пуска тепла. Основная причина, если брать, это задолженность за коммунальные услуги. Из областного бюджета к отопительному сезону территории было выделено более 300 миллионов рублей. Правда, администрация Горноуральского округа ими так и не воспользовалась. Готовила проект Ньюс Мету. Сейчас работа на котельных все же началась. Однако, когда в дома придет тепло, остается неизвестным. Вернулся в родные пенаты. Игорь Халманских покинул свою резиденцию и приехал в Нижний Тагил. Правда, место полпред оставил не насовсем. Наш город посетил с проверкой. Куда заехал, расскажет Алексей Алексеев. О ходе реализации в 2014 году одобренной главой государства комплексной программы развития Нижнего Тагила полномочному представителю президента России Игорю Халманских доложил глава города Сергей Носов. По 2014 году по программу или по ряду программ, а можно сказать по всем программам, у нас финансирования практически не было. Как раз понимаем, что положительная реакция восприятия сегодня, завтра обернется, в общем-то, тем же разочарованием. И этого не хотелось бы допускать. По проектам «Безопасный город», «Светлый город», «Чистый город», «Ремонт дорог» и другим немало было сделано в прошлом году. Снижение темпов работы нельзя допускать. На это Игорь Халманских указал председателю правительства Свердловской области Денису Паслеру. У меня к вам такая позьба и обращение, чтобы эту ситуацию мы в 2015 году все-таки исправили. Если где-то нужна администрация президента, то и мы в эту работу готовы включиться. С нашей стороны вам будет всяческое содействие оказывать. Проблеме профессиональной ориентации молодежи в свете задачи развивать отечественное производство был посвящен открытый урок, который прошел в девятой школе. Высококвалифицированные кадры становятся все более востребованными. Школьники должны учитывать это, выбирая, кем стать. Как вы считаете, быть рабочим сейчас престижно? На сегодняшний день высококвалифицированные рабочие могут себе позволить приобрести квартиру в ипотеку. Они могут себе позволить завести себе детей. Они могут выезжать в отпуск за пределы Российской Федерации, в пределах Российской Федерации. Это объективно сейчас возможно. Вот этот уровень жизни, он и определяет престижность той или иной профессии. О повышении статуса рабочего шла речь и на встрече с активом Нижнетагильского местного отделения межрегионального движения в защиту человека труда. Игорь Халманских, который возглавляет движение, положительно оценил деятельность тагильчан. Алексей Алексеев, Павел Охотников, Егор Егошин. Новости Тагил-ТВ. Тагильские чиновники в своих кабинетах тоже не сидят. Отправились в Екатеринбург. Там встретились с коллегами. Обсуждали дружбу между городами. А именно возможность делиться опытом. Напомню, соглашение о сотрудничестве между уральской столицей и Тагилом было подписано на выставке Инопром. Работа с промышленниками сегодня. Наверное, есть чем поделиться у тагильчан. Я слышал, что они заходят серьезно в лизинговые проекты. Мы бы хотели посмотреть систему лизинга, в частности, по приобретению трамваев. Наверное, есть вопросы, которые нас заинтересуют. Я думаю, наши коллеги из Тагила поделятся своим опытом. Делиться опытом намерены в реализации крупных проектов, в большинстве транспортных. Так, Тагил готов перенять опыт соседей в организации платных парковок. Заинтересовались и системой транспортных карт. Найдут всю таблицу Менделеева. Газоспасательная служба приобрела новое оборудование. Проверяют состав воздуха в цехах НТМК. Чем они отличаются от стандартных газоанализаторов? На производстве побывала Дарья Хнычкина. Это не прогулка в рабочее время. Полным ходом проверка воздуха на химсостав, чтобы избежать аварийных ситуаций. Для этого достаточно пройти мимо газопровода со специальным прибором. Тем более, что теперь в руках у спасателя новое оборудование. Впрочем, учиться пользоваться новым газоанализатором, говорят работники, особо не нужно. Он просто при наличии СО, оксиуглерода в воздухе, ну либо кислорода, либо метана, издает звуковой сигнал. Здесь есть специальные, также вот световые датчики сигнала начинают показывать, если очень шумно, если вы не можете услышать. А если вы в тихой обстановке, то очень громко пищать начинает, собственно, просто и все. Новый газоанализатор уникален. Он компактный, противоударный, а главное, способен определить до 150 веществ в воздухе. Что в 30 раз превышает возможности стандартного прибора. Сегодня с ним уже прошлись по промышленным станциям. К счастью, опасности не обнаружили. В сентябре на комбинате два таких прибора. Один в цехе водоснабжения, другой здесь, на газоспасательной станции. Использовать приобретение поделились спасатели, желательно в конкретных или редких случаях. Но пока с ним ходят так же, как и со старыми приборами, в самые газоопасные места. Конечно же, это доменные печки наши. Они у нас разделяются по группам газоопасности на четыре газоопасных группы. От первой до четвертой. То есть, вот первая группа газоопасных мест, они самые опасные. Чтобы найти эти опасные вещества в воздухе, в прибор необходимо их загрузить. Но хранить информацию газоанализатор может только о пяти элементах. Сейчас для станции главное, чтобы он смог находить те вещества, которые содержатся в нефтепродуктах. Есть специалисты у нас в Екатеринбурге. Я попросил найти именно тот компонент, который попадается и в сырой нефти, и в дизельном топливе, и в бензине. Для того, чтобы поставить ячейку. Пока, к сожалению, этого не могут. Есть Минкаптан какой-то. Пока, говорят на станции, новых газоанализаторов приобретать не собираются. Для работы достаточно того, что есть. Дарья Хнычкина, Игорь Харьков, Игорь Егошин. Новости ТГИЛ-ТВ. Полным ходом в драматическом скоро появятся новые двери и подъемники для инвалидов. Об этом сообщили сегодня на очередном совещании по реконструкции театра. На начало года планировалось 80 миллионов финансировано. Но сейчас предусматривается еще добавить порядка 100 миллионов. То есть до конца года должно быть обеспечено финансирование 183 миллиона. Это имеется в виду только той части, которая у нас проходит по реконструкции. В родовиде реконструкции... Работа по демонтажу идет полным ходом и согласно графику. На данный момент строители ремонтируют кровлю. Также меняют проводку в помещении, хватают потолки, разбирают оборудование сцены. Выполнено, говорят подрядчики, 90% демонтажа. Работа кипит не только в храме искусства, но и у самих театралов. На днях артисты драматического вернулись из эрбита. Проходил там фестиваль детских спектаклей «Зазеркали». С пустыми руками с конкурса не приехали, привезли очередную победу. Самый, наверное, привлекательный приз из тех, что были, приз зрительских симпатий – наш. Так что наша сказка о царе Салтане получила приз зрительских симпатий. И, честно говоря, мы наслушались очень-очень много лестных отзывов именно от зрителей. Выходящие, особенно мамы, они просто, ну, не знаю, благодарили это не то слово. «Сказка о царе Салтане» – премьерный спектакль этого года. В Тагиле был показан всего несколько раз. Слово – это не последняя новая детская постановка. Маленьких тагильчан ждет еще одна премьера. Спектакль – сказка о папе и работнике его балде. Его юные зрители увидят на новогодних каникулах. Победами может похвастаться и Тагил-ТВ. Корреспонденты и операторы нашей телекомпании вернулись с наградами с Пермского края. Накануне в городе Чайковский состоялся фестиваль «В семье единой». Какие проекты одержали победу? Смотрите в репортаже Екатерины Липняговой. Такого на тагильском телевидении зрители еще не видели. Итальянская речь в студии телекомпании. Собеседник Александра Мартиросова – сам Джампало Дероза. Итальянский пианист и композитор. Ведущий свободно беседует с гостем на его родном языке. В завершение они говорят на откровенные и личные темы. Смело и легко. Вы очень много путешествуете, разъезжаете по миру. А семья у вас есть? Сейчас нет. Сейчас я один. Я живу один. Семья – это что-то очень стабильное, постоянное. Я понимаю, что так будет не всегда, не всю жизнь. Но пока я один. Именно это 30-минутное интервью было представлено к участию в фестивале «В семье единой», который прошел в Чайковском, Пермского края. И Александр Мартиросов победил номинацию «Лучший интервьюер». Причем второй раз подряд на этом конкурсе. Когда ты видишь счастливые глаза собеседника в конце интервью, ты понимаешь, что он очень рад тому, как это интервью прошло. Вот это главная ценность журналиста, который помогает раскрыться в портретном интервью личности собеседника или раскрыть его с неожиданной стороны для телезрителя. В копилку нашей телекомпании ушла еще одна победа. Лучшим оператором «Урала» именно так его назвали, стал Михаил Крюков. Он получил награду за проект «Экспедиция войну». Это серия из 10 репортажей с мест совместных раскопок украинских и российских поисковиков. Я не ожидал, если честно. Спасибо, здорово. Здесь хорошо. Кстати, надо отметить, автором проекта также был Александр Мартиросов. И члены жюри отметили эту работу в связке. Это очень важная тема для нас, как для государства, для страны, связанная с Великой Отечественной войной. И то, что вы сделали, то, что вы поехали с этой поисковой бригадой, и как вы это сделали, самое главное, это очень дорогого стоит. Вы молодцы. В этом году фестиваль «Семья единой» проходит в шестой раз. В конкурсе приняли участие более 30 телекомпаний из Свердловской и Челябинских областей, Пермского края, Удмуртии и Башкортостана. Они представили более 100 работ в 13 номинациях. По словам жюри, «Тагил ТВ» составляет мощную конкуренцию многим телекомпаниям. «Тагил ТВ» выше всяких похвал. Правда. Здесь я просто была поражена. Поражена в хорошем смысле этого слова. И это было две работы, ваша и ваша, которые я пересмотрела неважно. То есть я досмотрела до конца и сказала себе, так, стоп, надо посмотреть еще раз. Потому что ты просто смотришь и получаешь удовольствие. В ногу со временем юзеры отмечают свой праздник. Сегодня Международный день интернета. Как не заблудиться в просторах сети и какой городской сайт признан самым народным, узнала Анна Хабарова. Последний штрих перед выходом в свет. Не обсуждение нового номера тагильского рабочего. Подготовка к запуску сайта. Его здесь ждали уже давно. Газета со столетней историей в ближайшее время появится. Во всех планшетах и мобильных устройствах тагильчан. Мы будем стараться давать больше дополнительной, справочной, повседневной, нужной человеку информации. Потому что, естественно, что за вчерашними новостями он в телефон не полезет, не будет читать с телефона. Ему нужно что-то новое, что-то свежее, оперативное. Поэтому тут мы ставим себе другую, более высокую планку. От бумажной версии газетчики отказываться не собираются. Электронный источник будет дополнять газету. На просторах Всемирной сети планируют оперативно публиковать официальные документы, новости, фото и видеоотчеты событий. Своими мыслями в блогах поделятся журналисты. Тагильчане тоже смогут поучаствовать в создании газеты благодаря рубрике «Сообщи новость». В тестовом режиме сайт тагильского рабочего заработает уже завтра. Люди, которые занимаются бизнесом, у которых очень мало времени на получение информации, получают ее в сжатом виде. Там все систематизировано, выбрано самое главное. Это очень важно для людей, которые ощущают нехватку времени. Не отстает от современных технологий сайт администрации города. Он функционирует более пяти лет. Накануне на всероссийском конкурсе его признали одним из самых народных. По итогам голосования жюри присудило ему третье место. Эксперты отметили высокий уровень открытости сайта, наличие интерактивных сервисов, а также работу по организации обратной связи с поселением. На просторах всемирной паутины не расстаемся со своими зрителями и мы. Ежедневно выкладываем для вас самые последние информационные сюжеты. Знакомим с интересными гостями в студии, принимаем ваши новости. На наш сайт тагильчане ежедневно присылают свои сообщения, делятся тревогами, рассказывают о достижениях. Ни одно из них не остается без внимания. Очень часто именно сообщения тагильчан ложатся в основу наших выпусков. Утром новость еще на сайте, а вечером уже в информационном выпуске. Так что интернет помогает нам быть ближе к нашим зрителям и видеть жизнь города вашими глазами, тагильчане. Анна Хабарова, Вадим Усков, Павел Охотников, Александр Штраух, Анатолий Тютин. Новости Тагил ТВ. Легенда хип-хопа в Тагиле. В наш город приехал известный бруклинский танцор Калиф. Работает он с голливудскими знаменитостями. А теперь дает уроки и тагильским танцорам. Как прошли первые тренировки, смотрите в следующем сюжете без комментариев. Я как бы не учусь в сложном движении, просто как бы я даю самое простое, чтобы люди понимали, то же самое, как алфавит учить. Я работал с такими знаменитостями, как Мария Керри, Уилл Смит, Диана Рос, Кристалл Ватерс, Си Си Пеннистон. Учиться надо вот у таких легенд, именно танцу, именно истокам, чтобы знать правильную информацию и правильно ей владеть. Самая главная цель в нашей воркшоп-сессии именно вот эта. Ну это очень здорово. Ну иногда как бы что-то не получается, но в общем очень здорово. Пока еще только второй день, поэтому еще куча времени впереди. Субтитры сделал DimaTorzok Всего доброго и до встречи. Оптово-розничный магазин Ромакс предлагает оборудование для отопления и водоснабжения, оборудование для скважин, а также для вашей ванной комнаты. Магазин Ромакс. Более трех тысяч наименований по оптовым ценам. Телефон 961-809, Улибина 64. Оплачиваю услуги ЖКХ со скидкой 61%. Бесплатная консультация по телефону 8 800 555 27 76. Рубрику представляет компания «Сенегорье». Вторая победа подряд баскетболисты вновь радуют тагильчан. Накануне Старый Соболь на своей площадке встречался с омским БК 17-16. Нашим спортсменам удалось обыграть соперника со счетом 60-51. Самыми результативными игроками матча признаны Антон Воскресенский 19 очков, Алексей Вагнер 14 очков и Александр Вертелов 11 очков. Этой победой тагильчане обеспечили себе место в следующем этапе соревнований Кубка России. Как раз в эти минуты «Соболя» играют со своим принципиально важным соперником – тобольским нефтехимиком. О результатах этого матча расскажем в ближайшее время. Бегом из цехов первенство комбината по легкой атлетике прошло накануне. В нем приняли участие около 600 работников Евраза. Турнир в память об известном металлурге Александре Кузовкове проходит уже в 11 раз. По традиции определили лучших в забегах на 100, 400, 800 метров, эстафете, прыжках в длину и толкании ядра. В командном первенстве среди женщин в тройку лидеров вошли команды управления комбината, НИКОМ-проекта и детского сада «Радость». Среди представителей сильного пола первое место у газоспасателей, второе – у управления железнодорожного транспорта. В тройку лидеров замкнули рабочие доменного цеха. В личном зачете бега на разные дистанции победителями стали природоохранник Ирина Старкова и Илья Салтанов, сотрудник управления комбината Валентина Зыкова, газоспасатели Владимир Черчин и Евгений Марков. В толкании ядра никому равных не было Марине Толмачевой и Дмитрию Прокудину. Прыжках в длину лучшими стали Ирина Старкова и Анатолий Тюдерев. На этом у меня все. Главных спортивных событий города смотрите завтра в это же время. Анна Хабарова, Егор Егошин, Новости спорта, Тагил ТВ. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье» и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова